Тебе даже не нужно искать. Это не объект, который нужно найти. Просто нещи это. Ты можешь искать то, что потеряно для тебя. Только это можно искать и найти. Но с тем, что совершенно не потеряно, что ты будешь делать? Когда ты отказываешься от тех усилий, какими бы они ни были, что тогда? Что тогда произойдет? Если ты откажешься от всякого поиска усилий, оправданитета, найти, тогда что произойдет? Если ты откажешься от всех усилий ума, найти, то, что ты ищешь уже столько лет, если ты откажешься от усилий ума, что тогда произойдет? Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так что, каким бы ни были ваши желания, ваши желания проявляются как объекты, чтобы насладиться этим танцем. Так что все эти сансары, что бы вы не видели в этом проявлении, все эти объекты, какими бы они ни были, это ваши собственные танцующие желания. И возникновение этого танца, бесконечного танца, основывается на неведении. Сансара – это просто неведение. И мы наблюдаем этот танец из-за неведения. Как избавиться от этого танца? Объекты привлекают ум. И мы бегаем за всеми этими объектами, нашими проекциями. И затем он идет и танцует с этими объектами и забывает, и забывает, как пробудиться. Так что эта драма, этот танец, может только закончиться, когда солнце взойдет. Когда солнце взойдет, эта драма закончится. И что это за солнце? Исследование. Вичара. Вичара. Когда солнце Вичары взойдет в ваше время, драма мгновенно закончится. Иначе она не завершится. Мы пришли сюда только ради свободы покончить с этой драмой. Поэтому снова и снова мы приходим, снова и снова мы забываем. Мы теряемся в наслаждениях чувств. Я припоминаю одну историю. Был один король, у него не было наследника, не было сына. Он старел, и он решил усыновить одного принца. Чтобы тот стал королем и зашел на трон после того, как король уйдет. Так что он попросил своих придворных назначить день. В определенный день с 8 утра до 9 вечера ворота будут открыты. Король будет в дверце, и он будет понимать людей. И самых подтвердящих он будет выбирать себе принца. Так что ворота открыты, и люди заходят. Всем позволено войти и увидеть короля, попасть на прием к королю. Так что, когда ворота открыты, люди должны были хорошо одеться. Прекрасные ванны были уготовлены для них в ходе. Чтобы все могли принять ванну, потом использовать парфюм. После этого было предложено одеться. Вы должны были хорошо одеты, чтобы встретиться с королем. Вы могли выбрать свое собственное платье и одежду, которую вы захотите. Различные одежды были золотые, серебряные. После этого был ланч организован, чтобы вы были светлее перед встречей с королем. После этого была музыка. Была музыка, а после музыки были танцы. И теперь вы готовы повидаться с королем. У вас есть все. И вот люди, которые ходят, которым нравится купаться в ваннах. Они в саунах, купаются в саунах. Принимают различные ванны. Потом люди, которые нравятся парфюм. И есть различные ароматы. Они наносят всякие ароматы на свое платье, на свое тело. А затем всякие платья. А потом обжоры, которым нравится поесть. Разная еда там была. Разные блюда. Всякая еда. Где у нас, когда мы подаем еду, мы подаем 100 блюда на обед. Все это было там. После этого был обед. Затем вы идете и слушаете музыку. После этого там сидите. Все это было организовано королем. И вот время подходит. Время подходит к восьми. И вот сирена звонит. Выходить пора. И люди, которым нравится аромат. Они собирали разные бутылочки в свои суммы. Они наполнили свои мешки духами. Те, которым нравится еда. Они берут еду, своих жен, родственников, друзей. Они собирают еду. И люди, которым нравится одежда, они увлечены и увлеклись одеждой. Множество одежд, они там были, пытающие не стинуться на их ключах. И после этого полиция слушает музыку. Кто-то танцует. И вот часовые дурцы говорят. Время пришло. Выходите. Выходите. Вам не разрешено ничего брать с собой из этого. Вы должны были поесть. Вы должны были только поесть. Вы должны были использовать духи, а потом насладиться чем угодно, музыкой. И люди настолько увлеклись, дайте мне еще, дайте мне еще посидеть. Очень хорошая музыка здесь. И люди танцевали. Мы только начали. Пожалуйста, подождите. Мы еще хотим потанцевать. Мы не можем идти. Так что ничего не было позволено. Их выталкивают за ворота. Сейчас уже 8 вечера. Который приходит. Он зовет своих придворных. Что такое? Никто не пришел на встречу со мной. Что произошло? Вы открывали ворота? Да, да. Ворота были открыты 12 часов. Как так? Почему никто не пришел на встречу со мной? Они забылись. Они увлеклись своей роскошью или потребностями. И мы не знаем, пришел ли кто-то вообще на встречу с тобой. Так что это именно так, это самсара. Никто не пришел на встречу с королем. Попав на встречу с королем, этот человек обладал бы всем этим. А с собой не было разрешено ничего уносить. Так что мы пришли сюда на аудиенцию, к королю. Но мы потерялись в желаниях и удовлетворении наших желаний. И когда ворота будут закрыты, мы не сможем унести ничего с собой. А король ждет. Король ждет. Никто не приходит. Так что этот танец, эта драма, эта такая. Мы пришли сюда на прием к королю, чтобы занять трон. Но мы потерялись, собирая вещи, строя особняки, дворцы, дворцы. Вы можете убедить много дворцов здесь, в Индии. Не можете отправиться в Дели, Джайпур и другие места. Как комфортно короли хотели жить. Но они лежат там, они там лежат. Никто не мог жить постоянно. У них были бриллианты. У королей было все. Никто не смог ничего унести. Даже великий завоеватель мира Александр. Александр Великий, который завоевал три четверти мира. Только Китай остался. Китай остался. Но из-за болезни он должен был вернуться обратно в Грецию. На пути он умер. Это длинная история, как он возвращался обратно. Это длинная история. Я вам уже рассказывал, как один йог. Он встретил одного йога. И сказал этому йогу. Я жду мансун. И после мансуна я пересеку реку Джелам. Панджав уже был завоеван. Я отправлюсь в Китай. Такого было ему отмереть. И был один йог. Он сидел на берегу реки. Джелам медитировал. И он никогда не видел никого в этой позе, кто сидел день и ночь. Какие-то люди из его армии сказали Александру. Этот человек всегда сидит в медитации. Не медитация. Они не знают, что такое медитация. Он сидел вот так и не шевелился. Он сказал, хорошо, приведите его ко мне. Я спрошу его, что это такое. Что делают. И они ушли. Они взяли переводчика. Они встретили его и сказали, король этой земли, Александр Великий, хочет видеть тебя. Просто пойдем. Он сказал, традиция этой страны, традиция Парата, традиция Индии такова, что если кто-то хочет видеть кого-то, он сам должен прийти к этому человеку. Я не хочу его увидеть. Если ему нужно меня увидеть, пусть он придет и увидит меня. Вот что он сказал. Они сказали, этот человек ответил вот так. Хорошо, силой приведите его сюда. Поэтому пять или шесть человек пошли и попытались поднять его за руки и ноги, чтобы привести его в лагерь к Александру, где Александр находился. И когда человек, который нес его за руки, руки отвалились от тела, и ноги отвалились от тела, и тело осталось на земле. И они носили только одну ногу и руку. И они испугались и выбежали. Вот что произошло. И теперь сам Александр тоже был прийти к этому человеку, чтобы увидеть его. И снова он сидел вот так. Потому что его учитель был Сократ, он сказал ему, «Когда ты поедешь выйти, ты встретишь йога». Он не был счастлив, рад своему учителю, наставнику. Он не был рад, потому что тот ему сказал. Александр сказал, «Я хочу покорить весь мир». И Сократ ответил, «Покори свой ум, покоришь свой ум, и все остальное покориться». Александр сказал, «Ты глупый», и посадил его в тюрьму. И Сократ сказал, «Когда будешь в Индии, пожалуйста, встретись с каким-то святым, каким-нибудь святым в Индии, и привези мне гиту из этой страны». Гита — это какие-то знания. И кувшин с водой Ганги. Вот чего он хотел. Хорошо. Я сделал это. Это был первый раз, когда он увидел того йоги. Он отправился туда. И вот он сидит там, и он стоит со своей армией. Кто ты? Я Александр из Греции. Чего ты здесь ищешь? Я покорил всю Европу. Теперь я должен покорить Индию. И из Амонсона река так развелась, что я жду, когда река опустится. И затем я отправлюсь в Китай. Вот что он сказал. Послушай, мой дорогой мальчик, через 20 дней ты тоже будешь оставить этот мир. Такова была встреча. Он сказал. Арестуйте его, потому что он был очень молод. В то время ему было 33 года. Арестуйте его. Но, может быть, это правда. Моя мать сказала, когда ты болен, и чувствуешь, что смерть близка. Возвращайся в свою собственную страну и умри там. Так что он помчался в Греции на очень быстрых лошадях. И на пути в Вавилон случилась простая теория, и он умирает. И генерал спрашивает, какова твоя последняя воля. Он сказал, пусть моя рука будет снаружи гроба, так чтобы люди знали, что я не унес ничего с собой. Таково было его желание. И этот монарх Александр Великий должен был оставить эту драму с пустыми руками. И, возвращаясь к случаю, пока ваши васны танцуют, сансара будет оставаться навсегда, постоянно. Вы не можете успокоиться. С этим танцем вы не можете быть спокойными. Кто в этом мире? От короля до работяги. Кто может сказать, я счастлив, я в покое? Никто вам не скажет. Даже если он и король, никто не счастлив, понимаете? Теперь вы можете путешествовать, видеть разные страны, главы этих стран. Насколько они счастливы. Напряжение. Поэтому единственное, что поможет вам быть счастливыми, это отслеживание своих васан, отслеживание этих васан, их желаний, наслаждения. И, возможно, у вас будет наившую степень наслаждения, если вы будете отслеживать ваши желания. Если вы не будете поднимать свои желания, у вас будет наивысший покой, любовь и красота. Впервые это увидеть, и даже если вы желаете чего-то, что происходит в желании, это конец желания дает нам покой. Предположим, мне нужно что-то. Мне нужна новая 93-я модель машины. Поэтому я не счастлив, потому что я хочу машину. Так что я забронировал ее, у меня нет денег, я пошел, взял кредит в банке, звонил у друзей, и вот машина пред моим домом. И вы счастливы. Это железо дало вам это счастье? Или колеса? Или бензин? Что дало вам это счастье? Потому что из-за этого желания обладать 93-й моделью Тойоты. Теперь оно завершилось, это желание. Желание ушло. Теперь вы счастливы. Так что в любом случае вы видите, что это не объект, который вы желаете, и не обладание этим объектом, действием счастья, только когда ваше желание закончилось. После того, как ваше желание закончилось, эта пустота дает вам счастье, понимаете? И если вы это знаете, это пустота, отсутствие желаний, без мысли, это дало мне счастье. Почему не обладать этим счастьем здесь и сейчас, не давая появляться мысли, любой мысли? Первая мысль – это я есть это тело, я есть ум, я есть разум, я есть ощущение. Так что, если вы не даете этому возникать, и затем, как это сделать? Исследуйте. Нет другого метода, ни йога, ни что другое. Даже паломничество или пение формул, медитации, практики – ничего вам не поможет. Вам нужно только исследование, идти к корню первой мысли. Это мы каждый день говорим о я-мысле. Так что между этим я и самсарой нет никакой разницы. Вы просто. Уседание самсары должно появиться я. Только потом вы видите сансару. И когда вы не даете возникать этой я-мысли, во сне нет сансары, нет объектов, нет рождения, нет смерти, ничего такого не существует. Так что само это я, само это я – это сансара, чтобы избавиться от всех этих печалей и проблем и несчастья. И то, что называется круговоротом рождения и смерти, или кальп, это должно остаться, а оно останется. Ждите, миллиарды лет. Эта сансара здесь миллиарды лет. Где-то было сказано в последних исследованиях, что сансара уже 85 миллиардов лет. Согласно последним исследованиям, 85 миллиардов лет. Эти миллиарды лет – это тоже только концепция. Это тоже концепция. Только с появлением я вы будете насчитывать миллиарды лет. Когда вы просто не даете появиться я, нет ни миллиардов, ни миллионов. Потому что ум мгновенно создаст прошлое, настоящее, будущее. И это связанность. Это только ум, понимаете? Потому что всякий, кто желает, он может остановить это здесь и сейчас. А те, кто хотят играть, они, конечно же, могут продолжать играть и танцевать танец. Если они счастливы, пусть они танцуют. Но я не думаю, даже Боги несчастливы в этом. Даже Боги несчастливы, понимаете? Побудьте в тишине. Попробуйте. Если ненадолго, несколько минут проведите рады. Только минуту. Побудьте в тишине. Не давайте появиться гнятная мысль. Сначала вы увидите, что начнет происходить. Так что слушание не поможет вам. Сразу же вы должны войти в это. Попробуйте. Вы должны быть этим. Вот и все. И это счастье – ваша природа. Сознание – ваша природа. Существование – ваша природа. Любовь – ваша природа. Покой – это ваша природа. Так что вы можете делать все, что хотите. И мудрецы советуют, чтобы быть счастливыми. Мы должны избавиться от васан. Хватит васан. Миллионы лет мы были с васанами. Были обеспокоены. А сейчас у нас есть совершенно прекрасная человеческая инкарнация. Очень хорошее намерение. Брам-джинаса. Брам-джинаса. Желание познать Брахмана. Очень хорошее намерение. Что еще нужно? Сейчас я хочу быть свободным. Очень хорошее. Личное желание. Так что вы самые счастливые. Заслуги велики. Поэтому вы здесь, на сатсанге. И я не думаю, что вы что-то потеряете. Или приобретете что-то. Вы вернетесь в ваше собственное царство. Которое дано вам порождение. Не страдание. Страдание. Вы просто воображаете, что есть страдание, потому что мы хотим играть с проекциями нашего ума. Мы хотим плавать в мираже. В галлюцинации. Иллюзии. Поэтому однажды мы решим, я хочу быть свободным. Этого достаточно. Я хочу быть свободным. Эта решимость должна быть очень устойчивой. Устойчивой. И действительной. Настоящей, как эта Вселенная, устойчивое решение. Это реально. Так что у нас есть такого рода устойчивость, перстеглость в намерении. В нашем новом желании я хочу быть свободным. Это желание. Мы не желали раньше. И сейчас мы здесь, потому что мы решили быть свободными в этот раз. Так что, мои дорогие друзья, решите раз и навсегда, что мы здесь. Свобода – это наше право. И мы должны завоевать ее. Просто делай ничего. Просто избавись от одной васаны. Избавьтесь только от одной васаны. Я хочу этого. Вот и все. Я хочу этого. И, возможно, если вы пресечете, и вы не дадите возникнуть этой васаны, все будет вам дано, даже если вы не захотите. Это будет предложено вам. Королевство трех Вселенных будет предложено вам. Так что? О, в шансе. Не медитируй. Да, я знаю. Ты знаешь это, но у тебя это не очень-то получается. У тебя пока это не получилось. Когда я говорю, не медитируй, что я имею в виду. Что ты сделал после того, как ты учился, чему ты научился? Просто быть. Просто быть истинным. Просто быть. Вот это то, что я называю медитацией. Потому что слово «медитация» означает то, что ты только что сказал. «Тьянам» — это медитация. «Тьянам» — нервишем мана. Когда нет концепции во мне. Это и есть медитация. Это и есть медитация. И в Патанджале также. В Патанджале йога сутрах также написано. Что такое йога? Йога — это единство, не так ли? Йога означает «единство». Когда нет концепции во мне, это и есть йога. Это цель медитации. Попробуй еще раз. Это настолько просто, что это не может быть достигнуто никем. То, что просто нам не хочется попытаться получить это. Нам нравится отправиться на Эверест. Нам нравится отправляться на воду. Но не смотреть на самих себя. В Библии также в писаниях Матвея сказано. Глава 6 стих 6. Если у тебя есть Библия, ты можешь увидеть там. Матвей говорит «Закрой двери снаружи. Закрой ворота. Уведенись внутри. И молись». Не прося ничего. И я поднял этот вопрос в Риме в одной церкви. В самом Риме. По рекомендации некоторых людей, шансионеров в Германии. Они сказали «Если ты ездишь в Рим, зайди в эту церковь. Там есть отец Базилион. Он очень заинтересован встретить какого-нибудь индийского йога». И я сказал ему «Что это значит?» Я говорил о Библии. Как ты можешь молиться не прося ничего? Что? Как ты можешь молиться не прося ничего? Это и есть молитва. Это и есть молитва. Если ты вымаливаешь что-то, ты торгуешься. Тогда ты в торговом центре. Если ты говоришь «О, Господь, дай мне хлеб насущный». Это Библия. «Дай мне хлеб насущный». Не так ли? Это молитва о хлебе. Если Он дает хлеб, то это закончено. Торговля закончена. Так же говорится, как-то Господь сказал своему преданному, когда преданный хочет чего-то, он счастлив. И удаю ему это, и наша связь окончена. Но, когда преданный приходит ко мне, и ничего не противится, он беспокоит меня, потому что я должен присматривать за ним и за все его жизни, что опять позади него, в любой момент ему может понадобиться что-то, я ему дам. Так что ты видишь результат молитвы и немолитвы. В немолитве Господь сам последует за тобой, приглядывая за тем, что тебе может понадобиться в любое время. В любом случае, обмен закончен, связь окончена. Что наблюдает истинное Я? Кто видит истинное Я? Истинное Я наблюдает. Да, наблюдают кто что-то истинное Я. Нет. Истинное Я – это субъект. Так что, если я смотрю подушку, я наблюдаю подушку, я свидетель подушки. Подушка – это объект видения. Она не наблюдает меня. Таким образом, как ты сказал, если ты задаешь этот вопрос, просто будь. Просто быть – значит истинное Я. Быть ищем. Тогда кто будет наблюдать истинное Я? Истинное Я – это единственный свидетель того, что происходит во всей Вселенной. Это и называется Атман. Когда кто-то говорит, «Сознание – это одно и то же?» Да, это одно и то же. Сознание – истинное Я, пустота, просветление. То же самое. Оказывает одно и то же. У этого нет имени, поэтому ты можешь называть это тысячу одним именем. У этого нет имени. Оно никогда не умирает? Что? Оно никогда не умирает? Никогда? Умирает надо. Бог – истинное Я. Умирает ли истинное Я? Когда тело умирает, умирает ли истинное Я? Как истинное Я может умереть? Истинное Я здесь. Тело – это точно как полотенца на плече. Ты убираешь полотенца. Существуешь или нет? Ты существуешь. Так же истинное Я, когда тело рождается. Потому что, когда ты говоришь, «Мое полотенце, да?» «Мое полотенце, моя рубашка», «Мое тело» также. Что тогда? Это «Мое». Твое обладание. Это не ты. Ты обладаешь своим телом. Твое тело, мои глаза, мои руки, мои стопы, мой ум даже. Так что, если ты поставишь стороне все, что мое, все, что принадлежит мне, только тогда ты будешь здесь. И это значит просто быть. Что наблюдает истинное Я, когда тела больше здесь нет? Наблюдает ли оно после того, как тело оставлено? Ты видишь отражение в зеркале. Ты видишь свое собственное отражение в зеркале. И потом ты разбиваешь зеркало и убрасываешь его на зеркал. Что осталось тогда? Что осталось? Нет отражения. Что? Отражения нет. Кто остался? Кто остался? Никого. Ты. И ты не разбит, когда зеркало разбито. Ты здесь. Поэтому просто будь тем, что неразрушимо. Вечно. И реально. Пустота не может быть разбита. И она не может быть затронута. Мы видим друг друга благодаря пустоте. Внутри этих четырех стен этой комнаты пустота. И комната никак не затронута в нашем пребывании внутри ней. Мы не в стенах. Мы по-прежнему в пустоте. И мы говорим ей о доме. Вы в пустоте. Так что вы должны быть. Будьте только так. Всегда. И дело не в понимании или учении, или какой-то практике, методе садхани. Нет. Если вы понимаете это, вы понимаете. Если вы не понимаете, вы не понимаете. Что рождается, когда происходит рождение? Своё неудовлетворённое желание, которое неким образом фиксировано в сознании, неким образом ты не можешь связать себя с сознанием, и вообще ничего делать не можешь. Это твоё собственное желание, которое материализуется во сне даже. Что ты делаешь во время сна, и ты спишь с этой концепцией, и ночью-то это видишь, и потом оно не существует. Это сон. Таким образом, это тоже сон, который продолжается. Ничего никогда не случалось, ничего никогда не существовало в пустоте, в этом учении. Мы сна видим наши собственные концепции, неисполненные желания, отношения. И это сон, это нереальность. И эта реальность здесь только на 10, 12, 20 часов. Когда мы спим, она заканчивается. И другая реальность приходит в наш ум. Реальность сна. Сон, состояние, подростание во сне. Вы спите, не так ли? Вы спите, а потом вы просыпаетесь, потом увидите вас снова. Это разнообразие множества снов. Только когда вы обретёте просветление, вы поймёте это. Но не когда этого. Понимаете? Придёт понимание, что эту драму разыгрываются майя, иллюзии, силы иллюзии. Никто не понимает слово «пустота». Никто не понимает слово «пустота». И мне интересно, что произошло с тобой, что это слово стало подходящим словом. Потому что для меня это слово «пустота» очень важное. И мне интересно, как ты пришёл к этому. Некоторые называют это… Вместо «пустоты» они называют это полнотой. 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 И… В начале… Полнотой. Полнотой. И сейчас она останется исполнено. И объясните, как это получается. Когда из полноты, распространяется полнота. То, что остаётся – полнота. Я также разговаривал с некоторыми людьми. Вот эта комната полна сейчас. Здесь стулья, кровати, люди, недель. Эта комната полна. Еще 20 людей могут прийти здесь, здесь. Комната наполнена крышей. Можно ее наполнить. Но эта комната включена в пустоту. Если бы она не была пустой, полноты невозможно было бы достичь. Так что, если ты выйдешь из комнаты, выбросишь вебель, пустота не затронута. И тогда, что остается, это полнота пустоты. Таким образом, я говорил стою тем с одним человеком, одним свами, «Какое твое мнение о пустоте Будды и Младвишин Карл спросил?» Тогда я объяснил ему. Он сказал, «А ведь место называют пустотой». Когда у тебя есть концепция, любая концепция, пока месте не было пусты, у тебя даже не может быть концепции. Если ты хочешь встретиться, пойти куда-то место должно быть пустым. Так что, прежде полноты, пустота, сказали. Когда слово «полнота» возникает в твоем уме, они как близнецы. Пустота и полнота как близнецы. Если слово «полнота» возникает в уме, прежде концепция о пустоте должна быть. Можешь ли ты сказать, «Полнота», можешь ли ты сказать, «Эта комната полна без концепции о пустоте?» Ты говоришь, «Я ездил в Хари и в Типури, там было полно народу». Так что, в твоем уме была мысль о полноте и полноте. Поэтому ты говоришь, что там было полно народу вечером. Так что, пустота будет там до того, пока в твоем уме будет концепция о полноте. Тогда тот человек должен был согласиться с тем, что ты говоришь, о пустоте и полноте. Они то же самое. Та же терминология. Но, по большому счету, это слово не используется среди жителей. Но меня трогает больше всего само это слово. Я думаю, что само слово «пустота» просто не трогает. Это так же не может быть пустым, что трогает тебя. Что трогает всех — это не пустота. Что это? За этим касанием и тем, кого это касается. Находится пустота. Это касание или не касание, а пустоте. И если ты можешь видеть, тогда ты можешь понять значение пустоты. «Пустота» есть концепция полноты чего-то. Когда ты говоришь «ничто», здесь концепция о чем-то. Только когда мы можем говорить о ничем. Когда мы говорим о тьме, есть концепция о свете, все это состояние и двойственность. Так что, если ты отстранишься от двойственности, это называется пустотой или полнотой. Конечно же. У тебя может быть переживание пустоты, и потом это переживание, когда ты описываешь его. Это не пустота. Полнота, о которой ты говоришь, я говорила о пустоте, о полноте. Это также концепция. Так что, если ты отстранишь эту концепцию, от другого, ты выбросишь концепцию о полноте, и выбросишь концепцию о пустоте с ума. Что осталось? Так что в двойственности мы не можем говорить об освобожденном уме, освобожденном уме, потому что эти слова в последнее время часто слушают. Освобожденный ум означает не ум. Да. Не то, чтобы мысли будут другими. Счастливые мысли. Счастливые мысли. Тогда есть твой интерес в просто установке мысли. Если у тебя есть интерес в чем-то, тогда сама идея в том, чтобы перестать думать... Нет, это даже не умышление. Не думай, это также должно быть оставлено. Что тогда произойдет? Думаешь ли ты или нет? Кто ты? Я думаю, что люди пытаются освободить свой ум. Они смотрят не туда. Это не ум обретает освобождение. Тогда в таком случае, кто освобожден? У нас это очень тяжелая работа. Тяжелая работа обучить ум. Зачем ты пытаешься стилище обучить? Это я и говорю, она сказала, что люди пытаются обучить ум, чтобы у них были кровь и мозг. Само по себе, это обучение и есть на этом. Это обучение еще больше ум. Он пытается прогнять ум. Все это ум. В любой процесс, в любое усилие, твой ум увлечет. Ты откажешься от усилий, а ума нет. Что-то другое будет там. Ты сам должен это убить. Что происходит в тот момент. Что-то еще. Ты будешь обучен и созвучен различным видом природы. И делаешь отличные дела. Я предлагаю ответственность на свои плечи. Здесь некуда идти. Может быть, мое тело летит в новую силу. Но истинное Я всегда здесь, оно никуда не летит. Естественно, оно остается тем же. Отличная работа. Ты уверен в том, что ты говоришь? Уверен ли я в том, что ты говоришь? Уверенность растет. Что? Уверенность растет. Растет? Понятно. Очень хорошо. Позволь ей расти самой по себе. И тогда ты не вмешиваешься в ее рост. Вот и все. Чувство облегчения, зная что-то еще, что направляет теперь в то, что я... Это не мой ум. Я думаю, я в хороших руках. Я просто сильно верю, что я в хороших руках. Да. По этому случаю я помню, что мой мастер сказал, я не уезжал. Уезжал. И он сказал, ты должен позаботиться о своей семье, эти расстеления, были очень много проблем. И тогда... я сказал, я привезли к своему мастеру, я не могу уехать. Тогда... один из них поговорил с мастером. Это было на его вечерней прогулке. Тогда о чем-то говорили. И потом они хотели, чтобы я поехал и послободился о своей семье в Пакистане. Но я не уезжал. Мастер, я не поеду. Теперь я привязан к тебе, я не могу оставить это место. И я не переживаю за своим вечерством. Тогда он сказал, я есть. Я всегда с тобой, куда бы ты не направился. Это придало мне уверенность. И я уехал. И все было хорошо по его нилостям. По нилостям слов мастера все было хорошо. Наша семья никак не пострадала. Мы переехали. Поехали. 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 Продолжение следует...